турецких чувяках с загнутыми носами. Во всей Российской империи только двое вельмож разрешали себя принимать в халате сановных гостей, отдавать визиты, ездить с инспекцией и появляться на балах и званых обедах. Этими двумя были генерал-фельдмаршал Кирилл Григорьевич Разумовский, большой любитель борща и гречневой каши, и князь Таврический Григорий Александрович Потемкин. Но так как Разумовский обычно надевал поверх халата Андреевскую ленту и был при двух глазах, а Потемкин такой ленты не надевал и потерял один глаз в далекой юности, то нетрудно догадаться, что в карете ехал именно князь Таврический. Потемкин был раздражен. Светлейшего раздражали тряска и дорога. Это неуклюжая, жалобно скрипящая карета, молчаливый секретарь-француз, которого он неизвестно для чего взял с собой, и пробивающиеся внутрь кареты пыль и эти потные усатые киросиры, горцующие на своих откормленных конях. Это чувство постоянной раздраженности появилось у него после последней встречи с императрицей в Петербурге. Потемкин прекрасно понимал, что время и расстояние не могли не наложить отпечатка на его былые отношения с Екатериной, которую он с некоторых пор именовал про себя гросс-смутер, то есть бабушка. Но все же он вправе был кое на что рассчитывать и никак не ожидал такого холодного приема. Против князя обернулось все, что ему раньше сопутствовало. Чтобы удержать колесо фортуны потребны крепкие молодые руки, а молодость князя уже ушла, отскакала в прошлое, но дело и не в одном этом. Много причин сплелось в змеиный клубок, и не последнее то море лести, в котором упоенно купалась и нежилась Екатерина. Гросс-мутер возомнила себя первой дамой Европы. Еще бы! Не кто-нибудь, а Вольтер и Дидро ее в этом убеждали. Потемкин читал все письма, которые получала из-за границы Екатерина. Их перлюстрировал его петербургский агент. И косяз в окно кареты, за которым были видны одни лишь клубы пыли, князь не без сарказма вспоминал неумеренные комплименты французов. Мсье Дидро, когда ему была выплачена пенсия за пятьдесят лет вперед, сразу же понял, что более великой монархини в мире не существует. А мсье Вольтер тот вообще не знал, чтобы придумать позаковыристи, чтобы угодить Гросс-смутер. А Надя на сожень повыше и Солона древнего, и Ликурга, и Ганнибала, и империи ее выше всех земных царств, первый человек в мире. Если бы Европа и Азия были разумны, она бы наверняка царствовала над всем миром, ведь это она жизнь всех наций, ведь это она преобразила восемнадцатое столетие в золотой век человечества, где она, там рай, она святая, учитель всех философов, знающая поболее, чем учрежденные в Европе академии. Потемкин хмыкнул и, развеселившись, захохотал. Князь умел равно хорошо и грустить, и веселиться. Француз-секретарь давно уже привык к резкой смене настроений светлейшего. Снаружи забухали выстрелы. Это салютовало князю из всех своих пушек, стоявшая на причале яхта владельца Кусковской усадьбы Петра Борисовича Шереметьева. Карета остановилась. Не как Кусково вскинулся Потемкин, которому надоела эта бесконечная пыльная дорога. И словно в ответ на его вопрос, дверца кареты распахнулась, и в проеме появилась лучащая с радушием почтительная физиономия Шереметьева. За спиной графа на некотором отдалении стояла живописная толпа разряженных девушек с цветами в руках. Где-то играл невидимый роговой оркестр. Двое лакеев, вшитых золотом ливреях, отбросили ступеньку кареты и помогли светлейшему и его секретарю выйти. — Ну-ну, здравствуй, — благосклонно сказал Потемкин, который, помимо всего прочего, намеревался перехватить у тароватого хозяина тыщенок двадцать или тридцать. — Оказывай доброходство и дружество бедным чумакам из Таврии. — Если чумаки не побрезгают шуткой на шутку, ответил Шереметьев, то кибитка Мурзы в полном пользовании их. — Словеса, словеса! — усмехнулся Потемкин и поежился от дувшего с пруда ветра, а год ныне зяблый. Шереметьев знал, что поразить Потемкина трудно. Князь всякого навидался и к такому привык, что иному и во сне не привидится. И все же, пригласив Потемкина посетить Кускова, Шереметьев не сомневался, что в грязь лицом не ударит. У графа в усадьбе имелся великолепный зверинец, где паслись на воле сотни оленей, серн, сайгаков, диких коз. Содержались в том зверинцы и американские дикие свиньи, и медведи, и волки, и разного толка лисы. В оранжереях графа были померанцы и лавры, тюльпаны. Редкие сорта роз, орхидеи. Здесь росли персики, фиги, виноград, бананы, миндаль, гранаты, маслины. В глубине французского сада, между итальянским и голландским домиками, рядом с каналом, в котором плавали черные и белые лебеди, пеликаны и утки, стоял обширный флигель. В нем граф устроил свой музеум, не уступавший по некоторым разделам знаменитой кунсткамере Петра Первого. На балу у московского генерал-губернатора Шереметьев заинтересовал Потемкина именно музеем, намекнув, что в нем светлейший сможет встретиться с некой неожиданностью. Действительно, светлейшего в этом флигеле ждал сюрприз, или, как тогда говорили, сюрприза. Но все-таки наибольшие надежды граф возлагал на свой известный всей дворянской России оперный театр. Как-никак, в отличие от своей покровительницы, для которой любая музыка была просто шумом, Потемкин считался страстным меломаном. Графу рассказывали, что в своей главной квартире в Бендерах светлейший содержит двести музыкантов и большую балетную труппу. Более того, граф знал, что сейчас от имени Потемкина за границей ведутся переговоры со знаменитым Моцартом, которому князь предлагает место дирижера своего оркестра. Ну что ж, в Кускове Моцарта, конечно, нет. Но все-таки Кусковский оркестр, хор, басы, баритоны и кусковский кордебалет сумеют постоять за себя. Шереметьев не без удовольствия вспомнил, как был потрясен посол Франции Сегюр, когда ему сказали, что архитектор, построивший Кусковский театр, и композитор, написавший оперу, которую он только что прослушал, и живописцы, создавшие декорации, и музыканты, и певцы, и балерины, все были крепостными, графа Шереметьева. — Граф, — сказал ему тогда Сегюр, — такого нет ни в одной стране. Подобные можно увидеть и услышать только в России. Однако Потемкин, поступки которого трудно было предугадать и уж вовсе невозможно предусмотреть, наотрез отказался посетить театр, гордость графа. Увы, светлейшему сегодня не хотелось ни пения, ни танцев, ни музыки. Шереметьев был страшно расстроен, но не подал виду. Может быть, тогда Григорий Александрович соблаговолит осмотреть перед обедом его скромный музеум? — Музеум? Ну что ж, музеум, так музеум. Восторга на лице светлейшего граф не заметил. Но Потемкин не возражал. Более того, проявил даже нечто вроде любопытства. На этот раз граф мог быть доволен. Он не ошибся. Музей заинтересовал светлейшего. Особенно привлекли его благосклонные внимания. Выставленные в большом зале флигеля различные редкие мебеля. Знаток, конечно, спокойно пройти мимо них не мог. А светлейший в этом деле был великим знатоком и ценителем. Таврический дворец князя в Петербурге являлся верным тому доказательству. Что-то насвистывая, Потемкин внимательно оглядел древнегреческую кровать из поделеневшей бронзы, добротные копии тронного кресла франкского короля Дагоберта и мраморного кресла плутарха из Хероней, напоминающие фасады дворцов резные шкафы из Аугсбурга и Нюрнберга, флорентийскую мебель шестнадцатого века с затейливой интарсией, кресло аглицкого лорда с откидной доской на запоре, дабы никто не смог осквернить сие седалище в отсутствии высокородного хозяина. В углу зала стояли китайская лаковая мебель и мебеля, вырезанные то ли индусскими, то ли африканскими мастерами, из цельных кусков дерева красновато-коричневого цвета, дерева, именуемого, как объяснил Потемкину граф Шереметьев, Ирокко. На подлокотниках ажурных приземистых кресел, сделанных, видно, из столетних стволов, притаились в тени, готовясь к прыжку, мощные гривастые львы и свирепые леопарды. Змеи, переплетясь меж собой, обвивали кружевные спинки стульев и кресел, ползли вдоль круглых столешниц с необычным растительным орнаментом, кривлялись, показывая князю большие зубы, уродливые, хвостатые обезьяны. — Эфиопская работа! — Не ведаю, — признался Шереметьев. — Непостижимое искусство! — задумчиво сказал князь. — Удивил, признаться, Петр Борисович, удивил. — Сие и есть твоя сюрприза! Шереметьев действительно гордился этой попавшей к нему через десятые, а может, и сотые руки, экзотической мебелью, но все-таки не ею рассчитывал он поразить своего высокого гостя. Князя ожидало нечто значительно более удивительное. Петр Борисович знал, что Потемкин уже давно разыскивает мебельный гарнитур, созданный королевским столяром Булем, и вот две недели назад ему, Шереметьеву, удалось приобрести этот гарнитур здесь, в Москве, за сравнительно небольшую цену. Петр Борисович всегда был везучим. Шереметьев отдернул ширму, отделявшую часть зала, и немного театральным жестом показал Потемкину на прекрасную маркизу. — Вот она сюрприза, Григорий Александрович! — Ну-ну, покажи, — благосклонно сказал Потемкин, и вдруг осекся. Светлейший остолбенел. Он не мог произнести ни одного слова. Но если Шереметьев думал, что Светлейший ошеломлен красотой гарнитура, то он глубоко ошибался. Потемкин был потрясен отнюдь не этим. Он был потрясен ловкостью и предприимчивостью безымянных воров, которые не только ухитрились сразу же после отъезда Светлейшего из Петербурга похитить из Таврического дворца приобретенный им гарнитур Буля, но и переправить его в Москву. Более того, воры даже успели отыскать здесь, в лице Шереметьева, траватого покупателя, и ударить с ним по рукам. — Вор на воре, — думал Потемкин. — Но каковы искусники? У тебя украдут, и тебе же продадут за двойную цену. За всем тем и Магарыч с тебя получит, и благодарность востребуют, и щеку для поцелуя подставят, понеже твоими благодетелями мнят себя. Князь, однако, ошибся. Как вскоре выяснилось, приобретенный им в Петербурге гарнитур работы Буля, известный любителям под названием «Прекрасная маркиза» или «Золотые стрелы амура», по-прежнему украшал одну из комнат Таврического дворца. Его никто не похищал, и даже не пытался похитить, а тем паче переправить в Москву. Просто гарнитур «Золотые стрелы амура», оказавшись в России, вспомнил, что некогда он принадлежал известной колдунье мадам Мон-Вуазен и раздвоился, превратившись в два совершенно одинаковых гарнитура близнеца. Вот оно, колдовство! Василий Петрович немного помолчал, чтобы дать мне возможность освоить столь необычный, не лезущий ни в какие ворота факт, а затем продолжал. Не каждый, конечно, может поверить в подобные чудеса. А князь Таврический, насколько мне известно, был по натуре прагматиком и рационалистом, любившим во всем ясность. Он не верил в чудеса, но зато безоговорочно верил в жуликов. Раз оказалось два гарнитура, рассуждал он, то один из них подлинный, а другой нет. И в Петербург дворецкому князю Феоктисту Феоктистовичу Галашубову было отправлено из Бендер письмо с требованием безотлагательно и безволокитно освидетельствовать на предмет установления подлинности приобретенный князем мебельный гарнитур. Феоктист Феоктистович был человеком исполнительным, и тотчас он отыскал в окружении будущего короля Франции графа Дартуа, который тогда скромно проживал в Петербурге, отдыхая после бурных событий на своей родине, подходящую кандидатуру. Деберкес, как заверили Феоктиста Феоктистовича, знал толк в мебели. Кроме того, ему привелось у потомков, некогда сожженной на костре мадам Монвозен, дважды или трижды собственными глазами видеть знаменитый гарнитур, и не только видеть, но и ощупывать руками. Деберкес рвался оказать услугу князю Потемкину Таврическому, и Феоктист Феоктистович почтительно проводил эксперта в комнату, где стоял гарнитур. Прошу-с. Француз поскреб ногтем полировку, посидел в кресле, в котором у каждого по преданию возникали мысли, достойные кардинала Ришелье и Монтене, опустился на упругий пуф, награждающий самых неуклюжих кавалеров изяществом и элегантностью, полюбовался собою в зеркале и заявил, что он тут же, на месте, проткнет шпагой каждого, кто позволит себе усомниться в подлинности этой мебели. Вопрос можно было бы считать исчерпанным, если бы через день в Таврический дворец не прибыл подарок Потемкину от графа Шереметьева кусковский мебельный гарнитур. Феоктист, Феоктистович опять пригласил Деберкеса. Тот вновь поскреб ногтем полировку, посидел в кресле на пуфе, глянул в зеркало и вновь заявил, что готов проткнуть шпагой каждого, кто усомнится в подлинности этой мебели. Феоктист, Феоктистович почесал в затылке. Будучи дворецким князя Таврического, он, как и положено, хорошему дворецкому усвоил не только привычки, но и взгляды своего господина. Поэтому точно так же, как и Потемкин. Голошубов был уверен, что из двух мебельных гарнитуров золотые стрелы амура один подделка. Но попробуй сказать об этом. Проклятый француз так бешено вращал глазищами и хватался за эфес своей шпаги, что Феоктист, Феоктистович, счел за благо в спор с ним не вступать. Чего спорить? Пырнет шпага, и был таков. И через неделю в той же комнате вокруг выставленных там мебельных гарнитуров собрались самые уважаемые петербургские краснодеревщики. Был среди них и крепостной графа Шереметьева Никодим Егорч Беспалов, который, находясь на оброке, содержал в столице мебельные заведения. Беспаловские кресла, стулья, столы да комоды отличались деликатностью работы, красотой и изяществом. Таких мебелей и в Европах поискать. Никодим был еще не смышленышем, когда граф послал его вместе с тремя другими своими краснодеревщиками во Францию учиться мебельному делу. Пять лет без малого провел там Беспалов. И во многом преуспел, постигая секреты хитрого мастерства. Поговаривали даже, что король французский самолично его работу отметил и повелел в королевские столеры зачислить, да только граф Шереметьев на то своего согласия не дал. Много во Франции видел Беспалов всяческих мебелей. Видел и работу знаменитого Буля. Поэтому феоктист, феоктистович и возлагал на него особые надежды уж кому-кому, а Беспалову и карты в руки. Уважительно поглядывали на Беспалова и другие мастера, что, дескт, скажет Никодим Егорч, так тому и быть, кто лучше его во французских мебелях смыслит. Беспалов осмотрел дотошно один мебельный гарнитур, потом также дотошно другой, с ответом он не спешил, медлил. Что скажешь, Никодим Егорч, спросил дворецкий. Беспалов помолчал, а потом решительно указал на мебельный гарнитур, привезенный в Петербург из усадьбы Шереметьево. Буль подлинный, понеже лучше разве что сам Господь сотворит. Дивная работа, согласились краснодеревщики. И так один гарнитур оказался подлинным, а другой искусной подделкой. Все стало на свои места. Но в тот самый момент, когда дворецкий Потемкина с облегчением вздохнув подумал, что теперь может обо всем отписать князю, из толпы мастеров робко выдвинулся лысенький и хлипкий старичок, и шамкая спросил дозволение понюхать мебель. Чего, чего, переспросил ошарашенный дворецкий, понюхать. Повторил старичок. Нюхай, коли желание такое имеешь, пожал плечами Феоктист Феоктистович, который привык всегда и во всем уважать старость. Старичок понюхал столик, за которым герцогиня Орлеанская съела по преданию пятьдесят семь пирожных, пуфы, делающие элегантными недотеп кавалеров, словно идущий по следу охотничий пес поочередно обнюхал козетки, зеркала, канапе, кресло. Спятил, совсем спятил, шептал про себя Феоктист Феоктистович в ужасе, прижимая груди руки. Наконец, старичок будто бы притомился. Разогнулся, держа за поясницу, промокнул большим пестрым платком вспотевший лоб. Отвечая на вопросительные взгляды краснодеревщиков, кивнул головой и удовлетворенно улыбнулся провалом беззубого рта. — Припахивает, припахивает, прошамкал он, чешночком да рыбкой припахивает. — Врешь, вскинулся Беспалов, в молоду шти во врунах не ходил, а в штары шти оно и пожно. — Все одно врешь, не может быть того, вот тебе крешт, схватился старичок за шнур нательного крестика, не веришь, шамнюхни. — И нюхну, сказал Никодим Егорыч, и нюхни, петухом выгнул тощую шею старик. Тогда сам Беспалов стал обнюхивать мебель. Феоктист Феоктистович окончательно потерял дар речи. Старость она известна, не радость. Со старого до смалого какой спрос, но чтобы всеми уважаемый мастер до такого безобразия дошел, это никак не укладывалось в голове дворецкого света представления. — Что теперь, Никодим Егор шкашешь? — спросил старик у Беспалова, когда тот наконец-то закончил со своим странным занятием и отошел от гарнитура. Беспалов только руками развел сконфуженно. Дескать, а что тут скажешь, все верно, и чесночком, и рыбкой припахивает. — Ну и что из того, что пахнет чесноком и рыбой? — спросил ничего не понимающий дворецкий. — А то, ответили ему, что все эти мебеля и те, что Григорий Александрович Потемкин, князь Таврический в Петербурге изволили купить, и те, что им из Кускова граф Шереметьев прислали, самые, что ни на есть русской, а не парижской, или еще какой работы. И смастерили их не сто лет назад, к примеру, а никак не больше ста дней, да и того много. Выходит фальш, схватился за голову дворецкий. Фальш, феоктист феоктистович. И то фальш, и это, и то, и это, феоктист феоктистович, вздохнул Беспалов. Промашку дал я, не без того, ведь и на старуху проруха бывает. Все тут русской работы, хотя до удивительности с прославленным мебельным гарнитуром французского великого мастера Буля сходство имеет. А к мыслю, что на глаз и сам Буль не отличил бы, в великое затруднение пришел бы сей мастер. Верно, согласились другие краснодеревщики. А как же вы, так сказать, всю подноготную суть этих мебелей унюхали, заинтересовался дворецкий. Оказалось, что отличить русскую мебельную работу от иноземной, ежели работа не очень давняя на нюх, порой легче, чем на глаз. И секрет тут ни в чем ином, как в клее. Самый лучший клей это рыбный клей, карлук. Ни во Франции, ни в Голландии, ни в Англии, ни у немцев этого клея не делают. А варят его только в России. Из-за ситровых пузырей плавников до хрящей клей карлук, или, как его еще именуют, курлук, вид собой имеет почти что прозрачный и отсвечивает перламутром. Будет он покрепче и мездрового клея, и костяного, и кельнского, даже клею из бобровой стружки с ним не тягаться. Всех клеев, царь. Все он скрепляет намертво, особо, ежели размочить и разварить его в русской, хорошо очищенной водке, и сколько положено добавить ядреного чесночного сока, такого, чтобы заверсту в нос шибал. Вот, по запаху чесночка, покуда он, понятно, не выветрился, начисто. Опытный мастер и определит, православный делал художественные мебеля с марки три, или мастерили их в иноземных странах, это уж точно, без ошибки. Феоктист Феоктистович почесал по стародавней привычке в затылке и для верности спросил, но ведь корлук-то, небось, в продажу из-за моря возят. Оказалось, что в заморских странах русского корлука почти что и нет вовсе, так как еще в семнадцатом веке был издан специальный царский указ, предписывающий русским купцам за границу того клея сего года никому не продавать, к городу Архангельску тайно не провозить и не торговать, чтобы того клея в продаже у иноземцев не было. А ежели к иноземному мебельному мастеру и попадал какими неведомыми путями корлук, то иноземец, не зная русского секрета, пускал его в дело без водки и чеснока в первородном виде. — Буль-то корлуком пользовался, спросил феоктист феоктистович. — Нет, — ответил Никодим Егорч Беспалов, не имел асу буля корлука. Буль клеил своими беля костяным клеем, а наборное дерево или тем же костяным или же клеем из бобровой стружки. Вслед за тем краснодеревщики вновь осмотрели стоявшие в комнате мебельные гарнитуры и отыскали в них многие иные несообразности. Оказалось, например, к вящему удивлению феоктиста феоктистовича, что позолота в некоторых местах вовсе и не позолота, а краска, щучье золото, сделанное по древнему русскому рецепту, помещенному в рукописной книге чин мастерству. Выяснилось также, что гондурасовой первого разбора черепаховой кости в осматриваемых вещах и в помине не было, что ее везде заменял подделанный под черепаху обыкновенный рог. Феоктисту феоктистовичу объяснили, что для таких подделок рог покрывают воском, счищают его в тех местах, где хотят окрасить и делают тамбуры и пятна смесью сурика, поташа да извести, а затем все окрашивают фернамбуковым деревом. И занзибарское эбеновое дерево, и мадагаскарское, и манильское, и остынское сапановое, коему положено пахнуть фиалками, было подменено вываренным в краске обычным грушевым. Древность резьбы подделали с помощью пережженного сахара, воды и бурой сажи, а самый обычный перламутр превратили в черный, подкрашивая его раствором хлористого серебра в нашатырном спирте и держа затем на солнце. Много интересных, но печальных вещей узнал тогда феоктист Феоктистович. А закончили свой разбор мастера единодушным и совсем неожиданным для феоктиста Феоктистовича выводом радоваться надобно Григорию Александровичу Потемкину пресветлому князю Таврическому. Уж так ему повезло, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Феоктиста Феоктистовича чуть удар не хватил. Везенье-то, везенье-то в чем закричал он? В мебелях, ответили ему. В каких таких мебелях? А в тех, что здесь стоят. За дурака держите? Нет, говорят, за умного, потому и втолковываем. Чему ж князю радоваться, ежели не буль, а тому радоваться, что деликатнейший и дивной работы сием и беля, что таких не только что в России, но и за пределами он и не сыщешь, что мастер из мастеров их делал, такой умелец, что, может, и самого буля, разве что в подмастерьях себе бы взял, да и то подумавший. Феоктист Феоктистович руками всплеснул. Но фальш ведь! А это с какой стороны глянуть спереди, сзади али сбоку? Да и фальш фальши рознь. За одну батаги положены, а за другую рублики и немалые. За иную фальш сколько не заплати, все мало будет. Вон как, голубчик, вы мой мастера рассуждали многозначительно, сказал Василий Петрович и даже поднял вверх указательный палец правой руки, и я их понимаю. Да-да, понимаю. Мошенничеству, как известно, столько же лет, а вернее тысячелетий, сколько и мастерству. Но можно ли именовать мошенничеством то, что имеет с этим явлением лишь внешнее сходство, чисто формальное? Вы меня понимаете? Нет? Тогда я вам расскажу забавный эпизод из жизни достаточно известного французского ученого девятнадцатого века Мишеля Шаля. Автор многочисленных научных работ, переведенных на все европейские языки, Шаль был действительным членом Парижской Академии Наук, Петербургской Академии, Берлинской, Римской, Брюссельской библиотека Шаля, из которой он черпал материалы для своих исследований, была уникальной. В ней насчитывалось свыше четырех тысяч томов и около двадцати семи тысяч ценнейших и редчайших автографов, среди которых имелись неизвестные сонеты Шекспира, предмет жестокой зависти всех коллег Шаля и в Лондоне, и в Париже, письма великого Данте и сладкозвучного Петрарки, Рабле, Овидия, Апулея, говорили, и не без основания, что у академика за семью замками хранятся еще нигде не опубликованные трактаты и записки Сократа, Платона, Пифагора, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Спиноза и Коперника, что у него имеются письма Александра Македонского, Клеопатра, Нерона, Юлия Цезаря, Атилы, Жанны Дарк, Ричарда, Льиное Сердце и Колумба. Наиболее осведомленные знали, что все эти уникумы приобретены шалем за громадную сумму через посредника у потомка графа Буажурдена. Наверное, имя посредника и по сей день осталось бы для всех тайной, если бы академик, основываясь на приобретенных им письмах Ньютона и Паскаля, не пришел к выводу, что в мире произошла вопиющая несправедливость. И когда он зачитал некоторые из этих писем на заседании Академии, то все сразу же поняли, что слава открытия закона всемирного тяготения должна по праву принадлежать не Ньютону, а Паскалю. А затем выясняется, что к приобретенным шалям автографам ни Шекспир, ни Сократ абсолютно никакого отношения не имели. Оказалось, ни при чем и целомудренная Жанна Дарк, и грубия Натила, и воспетый Вальтером Скоттом Ричард Львиное Сердце и Ньютон, и Паскаль, и Рабле. Все автографы собственноручно создал тот, кого Академик Мишель Шаль принимал за скромного посредника, сын ничем не примечательного паденщика, человек без образования, но с поразительным талантом, несравненный в Рен-Люка. Имя которого вскоре стало известно не только во Франции. Можно ли такого человека назвать мошенником? Конечно! опрометчиво откликнулся я и, взглянув на Василия Петровича, тут же пожалел о сказанном «Считаете в Рен-Люка мошенником?» «Как вам сказать?» замялся я. «Разумеется, он человек небеспособностей». «Небеспособностей» перебил меня Василий Петрович. Нет, голубчик, в Рен-Люка из породы талантов. Человек, способный писать сонеты, ничем не уступающие поэтическим шедеврам таких гениев, как Шекспир и Петрарко, создавать трактаты, достойные интеллекта Платона, Спинозы, Коперника и Леонардо да Винчи, воссоздавать на бумаге мысли и переживания Жанны Дарк, Ричарда Львиное Сердце, Сократа, Колумба и Александра Македонского, убедить академиков одной из самых блестящих в Европе академий в том, что Ньютон имеет весьма отдаленное отношение к закону всемирного тяготения, который в действительности был открыт вовсе не им, а Паскалем, достоин лаврового венка. Если вы напишите роман, не уступающий по своим достоинствам Евгению Онегину и поэмы, в которых раскроете новые грани гения Пушкина, у меня лично никогда не повернется язык оскорбить вас, даже в том случае, ежели вы припишите свои творения Пушкину, преследуя, скажем так, не совсем благовидные цели. Мошенник всегда мелок и бесталанен. Таково мое убеждение. Не знаю, совместимы ли гений и злодейства, но талантливости мошенничества наверняка нет. Поэтому мастера, заявившие Феоктисту Феоктистовичу, что Потемкину следует радоваться фальшивым мебельным гарнитурам, были полностью правы. Они вполне обоснованно считали освидетельствованную ими мебель не мошенничеством, а искусством, торжеством мастерства. Они понимали, главное, везде и во всем талант. А мебельные гарнитуры, которые Феоктист Феоктистович представил им на заключение, были созданы талантом. Большим талантом, который работал в значительно более сложных условиях, чем прославленный Буль, ведь у него не было ни ценных пород дерева, ни черепаховой кости, ни слоновой кости, а он вышел из положения, да еще как вышел. Таким гордиться надо, радоваться делу его золотых рук. Как вы сами догадываетесь, Феоктист Феоктистович особо не мудрил, отписал князю обо всем, что произошло, обстоятельно отписал, а через месяц другой получил ответ. Князь требовал во что бы то ни стало отыскать безымянного мастера и немедля доставить к нему. Как это не печально, но думаю, что Потемкин стремился найти этого человека не для того, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за доставленное удовольствие. Увы, похоже, князь разделял не мою точку зрения, а вашу, и считал автора двух мебельных гарнитуров не великим мастером, а продувной бестией, достойной самого строгого наказания. Но князь, к счастью, не преуспел в розыске, а 5 октября 1791 года на пути из Яс в Николаев он умер. Таврический дворец князя в Петербурге отошел вместе со всей обстановкой в казну. Дворецкий Потемкина феоктист Феоктистович Голошубов очень переживал кончину хозяина. И, видимо, для того, чтобы подсластить горечь потери, покидая дворец, захватил на память некоторые картины, статуи и кое-что из мебели, в том числе и один из гарнитуров, вокруг которых разгорелись такие страсти. Зачем казне два мебельных гарнитура прекрасная маркиза, чтобы вновь затеять спор об их подлинности? А ему, феоктисту Феоктистовичу, эта мебель пригодится? Попросту говоря, феоктист Феоктистович совершил кражу, но так уж получилось, что последствия этой кражи оказались самыми благотворными. Без происшедшего вряд ли бы нам удалось установить фамилию мебельного мастера, да и вообще узнать что-либо про эту историю. В 1796 году на русский престол вступил Павел I, чего только не было запрещено бедному обывателю в царствование нового императора. Ему запрещалось носить бакенбарды и под страхом наказания танцевать вальс, аплодировать и употреблять крамольные слова «Свобода», «Клуб», «Гражданин», «Общество», «Отечество». Повсюду были расклеены объявления, запрещающие носить круглые шляпы, жилеты, башмаки с бантами, фраки с отложными воротниками, а также увертывать шею безмерно платками. Император был одержим административным зудом. Ежедневно он подписывал десятки указаний, предписаний, большинство которых было призвано стереть всякую память о предыдущем царствовании, в том числе память о фаворитах Екатерины и, прежде всего, о Потемкине. В Херсон было направлено распоряжение об останках князя Таврического захоронить без дальнейшей огласки в том же самом месте в особо вырутую яму, а погреб засыпать и загладить землю, как бы его никогда и не было. Павел расправился не только с трупом Потемкина, но и с принадлежащим ему при жизни имуществом. Таврический дворец, где после смерти Потемкина одно время жила Екатерина, отвели под казармой лейб-гвардии конного полка, а зал, в котором стояла интересующая нас мебель, был превращен в конский манеж. Так что не будем слишком строго осуждать Феоктиста Феоктистовича. Как знать, может быть, он просто никогда не заблуждался относительно привычек и характера наследника престола и взял к себе мебель только для того, чтобы сохранить ее для потомства. Правда, в это не очень верится, но все может быть. Итак, художественная мебель мало интересовала нового императора, зато она не оставляла равнодушными его фаворитов и фавориток, которыми, как корабль, ракушками обрастает каждый монарх тотчас же после коронации. Подыскивая покупателя для вывезенного им из Таврического дворца гарнитура, второй гарнитур как и следовало ожидать бесследно исчез, Феоктист Феоктистович решил воспользоваться услугами уже известного нам француза, который, как вы помните, обещал проткнуть шпагой каждого, кто усомнится в подлинности показанного ему гарнитура, а вернее двух гарнитуров близнецов. Разыскать его особого труда не составило. За годы, прошедшие на чужбине, Деберкес потускнел, потолстел и облысел. Встретил он бывшего дворецкого Потемкина хорошо и охотно согласился навестить его, но, выслушав предложение Феоктиста Феоктистовича, тотчас же схватился за шпагу, пообещав проткнуть ею каждого, кто попытается втянуть его в темные дела. Слегка растерявшийся Феоктист Феоктистович объяснил, что от Деберкеса требуется лишь засвидетельствовать подлинность гарнитура Буля. А поскольку Деберкес в этом уверен, я всем уверенности не имею, оборвал его француз. Я имею уверенность только в том, что мебель подделана, а вы есть мошенник и ракалья. Вы не знаете, как дорого высокородный французский дворянин ценит свою незапятнанную честь. Но в последнем Деберкес явно ошибался. Феоктист Феоктистович хорошо знал цены на честь, в том числе и на незапятнанную. Поэтому безо всякой спешки он достал из кармана кошелек. Послюнявив, указательный палец отсчитал несколько ассигнаций и положил их на инкрустированный столик черного дерева. Точно за таким же столиком Буля герцогиня Орлеанская, как гласила легенда, съела пятьдесят семь пирожных. Видимо, столик работы неизвестного мастера, в отличие от оригинала, не только способствовал аппетиту, но и обладал другими волшебными свойствами. Во всяком случае, едва Феоктист Феоктистович успел положить на него деньги, как они тотчас же исчезли. Растворились в воздухе, что ли? Чудеса, да и только. Француз подкрутил усики, хмыкнул и развалился в кресле, которое в гарнитуре Буля дарило всех сидящих в нем мыслями, достойными Монтене. Посидев таким образом минуту-другую, он вопросительно посмотрел на бывшего дворецкого Потемкина, и Феоктист Феоктистович прочел в его глазах мысль, которой Монтен явно бы устадился. — Может, ошибся? — Да нет, не ошибся. — Мало, сказал Доберкес. — Чего-чего? — Мало, повторил француз, но на этот раз уже с меньшей уверенностью. — Феоктист, Феоктистович, старательно сложил из трех пальцев некую фигуру и поднес ее к носу своего гостя. «А кукиш не хочешь?» — Нет, со всей искренностью сказал француз. «Кукиш не хочу, хочу денег». — А деньги, господин хороший, за дарма не дают? — Деньги, господин хороший, за дела дают? Деньги заработать надо допрежь, понял? — Нет, сказал француз. — А ты пойми, коли прибыток иметь хошь. И феоктист феоктистович растолковал Деберкесу, что сейчас он получил только за свою незапятнанную честь. Товар этот, дескать, не ходовой, лежалый, другой бы на его месте за такой товар и ломаного гроша не дал. А вот после успешной продажи булевской мебели будет уже другой разговор. Тогда Деберкес получит двадцать процентов от суммы сделки, а такие деньги большие деньги. Деберкес даже с кресла вскочил. Слово дворянина? А мы не дворяне, хмыкнул феоктист феоктистович, мы из крестьян. Слова нам ни к чему, мы свою совесть и без слов блюдем, ежели какая возможность для оного имеется. Свинья, благодушно сказал француз. Боров, не менее благодушно откликнулся феоктист феоктистович, и каждый из них подумал, что лучшего компаньона ему днем с огнем не сыскать. Довольные друг другом, они стали обсуждать возможных покупателей, и феоктист феоктистович вспомнил про адмирала Дерибаса, коему некогда покровительствовал его покойный хозяин. Потемкину нравились энергия и распорядительность предприимчивого неаполитанца, который, взяв штурмом крепость Хаджибей за считанные месяцы, превратил ее в порт, получивший наименование Одессы. Замечу в скобках, что Дерибас настолько много сделал для нового города, что благодарные одесситы назвали в его честь главную улицу Дерибасовской. После вошедствия на престол Павла Первого Дерибас превратился в заметную фигуру при дворе и достаточно богатого человека. Во всяком случае, в центре Петербурга строился великолепный дом адмирала, для которого Дерибас закупал обстановку. Почему бы, спрашивается, не приобрести неаполитанцу, булевскую мебель? Если к этому делу подойти с толком, то из адмирала, стремящегося превзойти екатерининских вельмож, своим образом жизни можно выкачать немало. Говорили, что благодетельство и Одессе Дерибас не забывал и себя. Некий злой шутник даже утверждал, что адмирал относится к новому городу по-братски, честно деля с ним все деньги, отпущенные казной на его устройство. Мысль Феоктиста Феоктистовича Деберкесу понравилась. Деберкес немного знал адмирала, так как был представлен ему года полтора назад и несколько раз встречался с ним. Почему же не попробовать? Ну, правда, Дерибас считался порядочным пройдохой, но, во-первых, каждый пройдоху уверен, что уж его-то никто не сможет провести, что всегда кстати, а, во-вторых, какой уважающий себя француз отступит перед итальянцем, каким бы пройдохой тот ни был. Оказавшись совершенно случайно, разумеется, с неаполитанцем за карточным столом, де Беркес вскользь упомянул о прекрасной маркизе и отметил, как вспыхнули глаза адмирала. Затем разговор был продолжен в буфете. Француз рассказал Дерибасу, как он за неимоверные деньги купил мебель работы Буля у наследника некоего судебного чиновника, которому она досталась после того, как проклятая колдунья мадам Мон-Вуазен сгорела на костре и пепел ее был развеян ветром. Владелец запросил с него в пять, нет, в десять раз больше положенного, но французский дворянин не жадный буржуа, не купец и не торговец, французский дворянин не трясется над деньгами, когда хочет что-либо приобрести. Мебельный гарнитур обошелся ему не в одну сотню луидоров, но он никогда не жалел об этих деньгах. Любое золото тускнеет перед светом подлинного искусства. А буль, как известно каждому, король мебельщиков и Рафаэль среди столяров. Все, что выходило из его рук, божественно, а прекрасная маркиза вершина его творчества. Ничего похожего нет ни во Франции, ни в России, нет и не будет. Со слезами на глазах Доберкес рассказывал, как он с помощью своих верных слуг, а слуги бывают верными лишь во Франции и Неаполе, вывозил из охваченной пламенем революции страны знаменитый гарнитур, о том, как трое его слуг были схвачены и погибли на Эшафоте, о том, какие бешеные деньги предлагали ему за мебель работы буля в Австрии, где некий князь чуть было не валялся у него в ногах, умоляя расстаться с уникальным гарнитуром, о покойном Потемкине, который буквально засыпал его письмами, стремясь получить эту единственную в своем роде мебель, достойную украсить любой королевский дворец. Какие соблазны подстерегали повсюду Доберкеса, от каких только выгодных предложений он не отказывался, храня, как зеницу ока эту гордость своей несчастной родины. Но что поделаешь с судьбой не поспоришь. Печально? Очень печально, но, видимо, пришло время расстаться со столь дорогой его сердцу мебелью. Ему, Доберкесу, теперь, как никогда, нужны деньги. Без них невозможно выручить из парижской тюрьмы единственного сына Доберкеса, продолжателя их славного рода. Дэй Бас внимательно выслушал эту проникновенную, хватающую задушу историю, с готовностью посочувствовал Доберкесу и выразил желание осмотреть булевскую мебель. Эта возможность была ему предоставлена на следующий же день. Услышав о цене гарнитура, за эти деньги можно было купить по меньшей мере половину домов, составляющих Дерибасовскую улицу, Дерибас схватился сначала за голову, а затем за сердце. Но неаполитанец настолько был очарован необыкновенной мебелью, что Доберкес и Феоктист Феоктистович не сомневались купит, купит. Даже если бы для этого потребовалось заложить всю столь любимую Дерибаса Одессу или, что более осуществимо, оставить новорожденный город без набережной красивых фигурных фонарей и Приморского парка. Поторгуется и купит. Если не через неделю, то через месяц, не через месяц, так через два купит. Возможно, они не ошибались в конце концов гарнитуру Буля. Предстояло украсить с собой новый дом адмирала, а Одесса для этого совсем не годилась. Но тут произошли события, которых никто не мог предусмотреть. Один из главных руководителей заговора против Павла, адмирал Дерибас, вдруг превращается чуть ли не в любимца монарха. Царь делает его исполняющим обязанности морского министра, осыпает милостями, наградами. Все это, естественно, настораживает остальных заговорщиков. А что, если хитрый неаполитанец воспользуется представившейся ему возможностью стать одним из первых людей в государстве и выдаст царю всех заговорщиков? И, как говорили, было решено немедленно убрать адмирала. Ходили слухи, что Дерибасу якобы подсунули вместо лекарства яд, от которого он благополучно и скончался. А другой руководитель заговора все время находился при умирающем, чтобы не дать ему возможности проговориться даже на исповеди. Так это было или не так? Можно лишь гадать. Но, бесспорно, одно основатель Одессы скончался, так и не успев купить приглянувшийся ему мебельный гарнитур. А среди оплакивающих его кончину, быть может, самыми искренними были бывший дворецкий князе Потемкина Таврического феоктист Феоктистович Голошубов и доблестный французский дворянин эмигрант Деберкес, который превыше всего в жизни ценил свою незапятнанную честь, ежели она, разумеется, давала ему кое-какой доход. Таким образом, продолжал свой рассказ Василий Петрович, первая попытка превратить мастерство и вдохновение неизвестного русского мастера в звонкую монету закончила с неудачей. Это, понятно, огорчило компаньонов, но отнюдь не обескуражило. Если мебельный гарнитур очаровал Дарибаса, то он точно также сможет привлечь кого-либо другого из сильных мира сего. Почему бы ему не приглянуться, например, Платону Зубову, Панину, Растопчину, Лопухину или Куракину? И тут, когда перебирались всевозможные покупатели, один из приятелей Деберкеса рассказал ему пикантную историю о том, как генералиссимус Суворов встретил посланца царя графа Кутайсова. Прошка, вступай сюда, мерзавец, якобы позвал генералиссимус при виде Кутайсова своего верного слугу. И когда Прохор вбежал в комнату, показал пальцем на любимца царя, видишь этого господина, граф весь в орденах, а ведь был таким же холопом, как и ты, бороды брил, а вон куда залетел, а все потому, что турка не тебе чета, не пьяница, возьми с него пример, глядишь, в князья, да в генерал, и выйдешь. Вот кто должен купить мебель, решил Деберкес, и купит хотя бы для того, чтобы про его бродобрейство забыли. Услышав фамилию графа Кутайцева, феоктист Феоктистович побелел, уж слишком близко Кутайцев к царю стоял, не случилось бы чего, деньги деньгами, а своя голова всех денег дороже. Но француз успокаивающий похлопал его по плечу, он ни минуты не сомневался в удаче, и надо сказать, что у него были для этого некоторые основания. Уже через неделю близнец булевского гарнитура прекрасная маркиза или золотые стрелы амура был перевезен графу Кутайцеву, а компаньоны начали делить полученные ими от Кутайцева деньги. Присутствовать при этом дележе нам, я думаю, совсем не обязательно. Ведь нас интересует лишь дальнейшая судьба гарнитура и мастера, создавшего этот шедевр мебельного искусства. Поэтому проявим скромность, зажмурим глаза и на время забудем про Феоктиста Феоктистовича и Деберкеса. Пусть они без помех занимаются своим делом, которое доставляет им столько удовольствий. Мы же уделим немного внимания Кутайцеву. Надо думать, граф Бродобрей был доволен состоявшейся сделкой. Ему нравилась приобретенная мебель и льстил восторг, который эта мебель вызывала у посетителей. Но счастье, как известно, не вечно. И купленный Кутайцевым гарнитур не так уж долго простоял в его доме. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года император Павел I был убит. Смерть благодетеля была для Кутайцева большим ударом. Графа тотчас же отстранили от государственной деятельности. Но Кутайцева не лишили обширных поместий, полученных им от покойного императора, не сослали, не отправили за границу, а сыновьям его была обеспечена блестящая карьера. Правда, теперь в графе никто не заискивал. Так получалось, что сам граф постоянно нуждался в чьем-либо покровительстве, и чаще всего в покровительстве человека с курносым носом и свинцовыми глазами, который приобрел вес в царствование Павла, но стал всемогущим при Александре I. Граф Аракчеев весьма гордился своим девизом «без лести предан». Но Суворов в свое время не зря переиначил эти слова «без лести предан». За грубой и угрюмой внешностью Салдафона скрывались и лисья хитрость карьериста, и ловкость придворного льстеца, и хватка жадного помещика, выжимающего из крепостных всесоки. Недолюбливая людей, генерал питал нежные чувства к собакам. В его имении в Грузине были поставлены мраморные памятники двум псам, которым Аракчеев, опасаясь от травы, давал опробовать каждое подаваемое ему блюдо. Были у Аракчеева иные слабости. Он обожал сальные анекдоты, а половина библиотеки в Грузине состояла из книг весьма игривого содержания. Аракчеев хорошо разбирался в фривольной живописи и военных поселениях, но отнюдь не в художественной мебели. И тем не менее, однако, именно у него возникло подозрение, что к подаренному Кутайсовым мебельному гарнитуру Буль никогда и никакого отношения не имел. Возможно, здесь сыграла какую-то роль интуиция генерала, а еще, вероятнее, твердое и непоколебимое убеждение, что все люди подлецы и ничего хорошего ждать от них не приходится. В общем, не зря побледнел феоктист Феоктистович, когда Деберкес решил продать мебель графу Кутайсову. Когда бывшего дворецкого князя Потемкина доставили к Аракчееву, он понял, что дела его плохи, и все же феоктист Феоктистович духом не падал, мало ли, в каких передрягах побывал, авось и тут пронесет. Но когда на нем остановились свинцовые глаза, вошедшего в комнату Аракчеева, все хитроумные мысли феоктиста Феоктистовича, словно студеным ветром из головы, выдуло, задрожал феоктист Феоктистович и бух генералу в ноги, виноват ваше сиятельство. И потянулась из клубка ниточка. От бывшего дворецкого князя Потемкина Аракчеев узнал все, что тот сам знал или о чем только догадывался. Узнал про историю двух мебельных гарнитуров близнецов, сделанных кем-то в России и почти одновременно купленных Потемкиным и Шереметьевым, про то, как освидетельствовали эту мебель русские мастера-умельцы, про уговор феоктиста Феоктистовича с Деберкесом и про их совместную коммерческую деятельность, благодаря которой эта мебель в конечном итоге и оказалась в поместье Аракчеева. Аракчеев понюхал табак из золотой табакерки, чихнул и спросил, выходит, французик с первоначалу клятвенно в подлинности заверение делал? Истина, ваше сиятельство. А затем выходит, отперся от онова. Совершенно справедливо рассуждать изволите ваше сиятельство. задумчиво сказал Аракчеев и распорядился доставить к нему Деберкеса. Многое из того, что рассказал француз, представило интерес не только для Аракчеева. Ошеломленный феоктист Феоктистович узнал, что Деберкес оказывается никогда не сомневался в поддельности мебельных гарнитуров, которые ему показали в Таврическом дворце. Почему же он каналью утверждал обратное, спросил Аракчеев? Только потому, что мастер, сделавший эту прекрасную мебель, поверьте, граф, она действительно прекрасна, очень просил признать ее за Булевскую. А когда у человека мягкое сердце его уговорить совсем нетрудно? Уплатил, небось, за лжесвидетельство. Естественно, иначе бы ему, Деберкесу, и совесть не позволила, и дворянская честь. А так, дозволила совесть-то. Деберкес только руками развел. Деск, сам удивляюсь, до чего покладистой оказалась. Но больше всего феоктист, феоктистович поражен был все-таки не этим. Его потрясло заявление Деберкеса, что мебель, имитирующую булевский гарнитур прекрасная маркиза или золотые стрелы амура, смастерил никто-нибудь. А старый и хорошо знакомый феоктист и феоктистович крепостной графа Шереметьева, знаменитый петербургский столяр-краснодеревщик Никодим Егорч Беспалов, чье мебельное заведение поставляло мебеля многим вельможам и даже во дворец самой императрицы. Большим весом в мебельном деле пользовался Никодим Егорч. И то второго такого искусника не найти. Потому, когда потребовалась мебель на подлинность проверять, феоктист феоктистович первым его в Таврический дворец и пригласил. Гляди, дескать, Никодим Егорч, что скажешь, то и постановим, то и князю отпишу. Самое, что ни на есть железная вера тебе, потому, как мастер из мастеров, а он что выходит? А он выходит сам весь этот обман и затеял для своей выгоды. И хотя феоктист феоктистович тоже был не без греха, очень ему стало от всего этого обидно, чуть ли не до слез. Ведь если бы не тот старичок, который догадался понюхать, то мебель бы наверняка за Булевскую пошла. Как пить дать? И тут мысли феоктиста феоктистовича приняли совсем неожиданный оборот. Недаром же говорят о противоречивости человеческой натуры. А кому от того старичка-нюхальщика польза-то была? Сам себя спросил феоктист феоктистович князю Потемкину Таврическому никакой. Одно расстройство и неудовольствие от этих всех дел имел графу Шереметьеву и того меньше. Очень ему хотелось Григорию Александровичу Потемкину услужить, а тут говорят ему фальшь в презент подсовываешь, неуважение оказываешь. Обидно. Кутай с его польза. Какое там? Оконфузился турка, а до Беркесии говорить нечего. Совсем в дрожь господин Аракчеев беднягу увел, листом осиновым колышется. А за что? В чем его вина-то? Вот и поклевал малость золотого зернышка со всем решпектом, его же чуть не в батаги. И все этот нюхальщик правда ему потребовалось. Никак без зоны помирать не желал. А мастера что говорили? А то говорили, что фальш, фальш и рознь. За одну говорили, батаги до шпиц рутаны положены, а за другую и ста рублей не жалко. Вот что мастера в своей мудрости говорили, понимали, что к чему, да с чем кушается. Да, не лезть бы старичку со своей правдой немытой не стриженной, и всем бы благоденствие, а иным и прибыток тоже мне нюхальщик. Кто, ежели при своем уме мебеля нюхает? Цветок это тебе какой, что ли, рыбка копченая? Мебеля же не на нас примеряют, а на глаз да на сердце вон стоят, душу радуют, благолепие, благолепие, изящество, изящество, деликатность, деликатность, вот и умиляйся, а не принюхивайся. Так ли рассуждал феоктист, феоктистович, или нет, ручаться, конечно, не буду, сам себя прервал Василий Петрович. Но думаю, что ход мысли его был примерно таким. Действительно, происшедшее всем участникам событий, ничего, кроме неприятности, не обещало. Но замечательный краснодеревщик, имитировавший гарнитур Буля прекрасная маркиза или золотые стрелы амура, так и не предстал перед генералом. Проявив свойственную ему предусмотрительность, Никодим Егорч скончался ровно за неделю до того, как псевдогарнитур прекрасная маркиза был расставлен в доме Аракчеева в Грузине. А какой спрос спокойника? Впрочем, Феоктист, Феоктистович и Деберкес тоже не пострадали. Аракчеев был послан Александром Первым в Малороссию, а когда вернулся в Петербург, то ему было не до истории с гарнитуром. Как нынче говорят, все рассказанные мною события потеряли для него свою актуальность. Мебель, сделанная в мастерской Беспалова, судя по всему, Аракчееву очень нравилась. Отдал ей должное и посетившее Аракчеева в его имении Александр Первый. Особенно якобы пришлось царю по вкусу одно кресло, в котором он любил отдыхать после обеда. Это приглянувшееся высокому гостю кресло, Аракчеев прислал будто бы своему благодетелю в Петербург, и оно затем повсюду сопровождало царя в его поездках. Интеллигент Особенно русский интеллигент — загадка над разгадкой, которой уже много лет безуспешно бьются лучшие умы человечества. Вот попробуйте объяснить мне с точки зрения логики, почему я тогда заинтересовался этой историей. Ну, почему? Забыл про свои дела, и с головой погрузился в изучение, розыск и исследования, связанные с тем, что не имело никакого отношения к моей работе. Ну, кто, кроме русского интеллигента, способен на подобное? Постараюсь не очень забивать вам голову всем тем, что мне показалось тогда не только интересным, но и увлекательным. В конце концов, вы совсем не обязаны разделять все мои увлечения, сказал Василий Петрович. Скажу лишь, что к моему величайшему удивлению выяснилось, что перед империалистической войной в России было весьма развито производство художественной мебели. Мебельная промышленность, правда, делала первые шаги, зато кустарные промыслы процветали. Ну, прежде всего, Сергеев посад, раскинувшийся вокруг троицы Сергиевой Лавры. Здесь, оказывается, существовали уникальные мастерские, где кустари по эскизам знаменитых русских художников делали исключительно оригинальную мебель. Среди художников, увлекшихся этим делом, был и Виктор Михайлович Васнецов, чьи картины стали украшением Третьяковской галереи. Его брат, знаток Древней Руси, пейзажист, историк и археолог, Аполлинарий Михайлович Васнецов и многие другие. Эта мебель долго не застаивалась в московском кустарном магазине, находившемся в Леонтьевском переулке. Точно так же мгновенно раскупалась и зачастую тут же вывозилась за границу городецкая резная мебель, инкрустированная мореным дубом, крашенная мебель в так называемом русском стиле, привезенная из Семеновского и Макарьевского уездов Костромской губернии, мебель из Карельской березы, изготовленная краснодеревщиками Твери. Славились мебельных дел мастера Арзамасского уезда Нижегородской губернии, Кузнецкого уезда Саратовской. Но больше всего меня заинтересовало село Маклакова, Васильсурского уезда Нижегородской губернии, где кустари изготовляли мебель, широко используя технику Маркетри. Оказалось, что эту мебель я видел в бытовом музее сороковых годов, который был открыт в конце двадцатого года в доме Хомякова на собачьей площадке. Но тогда я ее принял за французскую. Мне и в голову не могло прийти, что где-то на Волге изготавливают подобные вещи. По словам бывшего служащего кустарного магазина из Леонтьевского переулка, с которым судьба меня свела в Народном комиссариате просвещения, Маклаковская деревянная мозаика ни в чем не уступала заграничной, а по некоторым показателям и превосходил ее. Он говорил, что на художественной мебели, привезенные из Маклакова, предприимчивые перекупщики зачастую ставили поддельные иностранные клейма, и она продавалась в Петербурге, как французская или английская. А материал для мозаики? Где и как? Маклаковские краснодеревщики достают ценные цветные породы древесины? К тому времени я уже знал, что черное дерево, палисандр, сандал стоят дикие деньги, и достать их в России не так-то просто, тем более где-то в Заволжье. Ведь Маклакова не Петербург и не Москва. Приказчик из кустарного магазина только усмехнулся. Кто желание да способность к какому делу имеет, того ничем не остановишь, ежели с охоткой да умеючи. А все же оказалось, что, во-первых, используется цветная древесина ящиков, в которых доставляются из-за границы сигары, пряности, фрукты, краски и вина. А во-вторых, и это главное, маклаковцы знают массу секретов подделки древесины. У них совсем неплохо получаются из обычных дуба, березы, альхи или ясеня, например, самые экзотические породы деревьев, палисандровые, сандаловые, самшитые или эбеновые. Неужто нельзя отличить? Почему нельзя? Можно. Но зачем? Видимость благородная, благородная. Красивость имеется? Имеется. Тогда о чем разговор? И покупали подешевле, и продавали так же. Так что никто в убытке не был. Из дальнейшего разговора выяснилось, что маклаковцы умели имитировать не только ценные породы древесины, но и слоновую кость и черепаховую. Короче говоря, разговор становился для меня все более интересным. Я показал своему новому знакомому кресло, которое считалось работой Буля. Он сказал, что на его памяти подобных вещей в Маклакове не делали, но говорят, лет пятнадцать или двадцать назад такую мебель в стиле Буля изготовляла там мастерская некоего Бессонова. Может быть, Беспалова, с замиранием сердца подсказал я. Может быть, и Беспалова, пожал плечами мой собеседник. Как вы сами догадываетесь, после этого разговора меня одолела бессонница. Тем более, что к тому времени я располагал некоторыми данными, правда, мало достоверными, как и все в этой зыбкой истории, что сын Никодима Егорча Беспалова, ради которого он якобы и сделал два псевдогарнитура, прекрасные маркизы или золотые стрелы амура, после смерти отца уехал в Нижегородскую губернию, а если так, то очень было соблазнительно соединить с этим обстоятельством искусство маклаковцев. Такого рода секреты всегда передавались от отца к сыну, от деда к внуку, ведь, безусловно, Никодим Егорч Беспалов, мастер, соперничавшись с самим булем, приучал сына к своему мастерству, делился с ним своими открытиями, опытом и секретами, а тот в свою очередь учил своего сына. Так у них и шло от поколения к поколению. Фантазия моя разыгралась, да и было отчего, почему действительно сыну Беспалова, променявшего Петербург на Нижегородскую губернию, не остановить свой выбор на селе Маклакове. Не приглянулось село, мог бы поселиться в самом Васильсурске, чудесном старинном городке, раскинувшемся возле устья красавицы Суры, при впадении ее в Волгу. Мне очень хотелось протянуть ниточку от Никодима Егорча Беспалова к маклаковским краснодеревщикам интерсиаторам. А когда очень хочется, то желаемое день ото дня становится все более и более достоверным. Поэтому вскоре я уже был уверен, что основы искусства маклаковских краснодеревщиков заложены никем иным, как сыном Беспалова. Мне требовалось лишь обосновать это. Усольцев, которые привык считаться только с фактами, к моей гипотезе отнесся более чем скептически. Это так, от фантазии, сказал он, когда я поделился с ним своими мыслями. И все-таки обязательно хочу побывать в Васильсурске. А почему бы и нет, пожал он плечами. Время летнее, чего зря в большом городе сидеть. Места там, говорят, хорошие. Покупаетесь, позагораете. Начальником милиции там хороший парень, работает студент-историк в прошлом. Он у нас на курсах был, очень музеем Петра Губрозыска интересовался, особенно медальоном и портретом Бухвостова. Хотел с вами познакомиться, вот и познакомитесь. Если хотите, я ему письмо напишу. Насчет мебельного гарнитура прекрасной маркизы не знаю, а отдых с рыбалкой он вам обеспечит. Про Васильсурскую стерлядь, небось, слышали? И вот в самый разгар лета, запасшись с письмом Усольцева и официальной бумагой от бытового музея сороковых годов, всем без исключения органам власти предписывалось оказывать мне везде и во всем помощь в интересах просвещения рабочих, крестьянских трудовых масс. Я отправился налегке в Васильсурск. По-моему, никогда в жизни, ни до, ни после, у меня не было такого хорошего настроения и таких приятных предчустий. Городок меня очаровал, все здесь ласкало взор, бескрайние сады, великолепные дубовые рощи, посаженные по преданию Петром Первым, нарядная хмелевская церковь с иконами семнадцатого и восемнадцатого веков, здания уездного училища, уютные чистенькие улочки, веселые, сбегающие наперегонки с горы дома. Но долго восхищаться красотами города мне не пришлось. Когда я, стоя на пристани, любовался сурой, кто-то сзади осторожно тронул меня за локоть. Я обернулся и увидел добродушную конопатую физиономию Снегиря. Так в двадцатые годы из-за яркой формы любили именовать милиционеров. Снегирю было лет двадцать, не более. Он лузгал семечки и внимательно разглядывал меня, причем мне показалось, что особое внимание почему-то привлекает моя широкополая шляпа. «Приезжим будете или как?» спросил Снегирь, продолжая грызть семечки. «Приезжий». «А паспортная книжечка у вас имеется?» «Я дал ему свой паспорт». Снегирь повертел его, пощупал, поскреб ногтем, после этого ухмыльнулся и подмигнул мне. «Как у вас говорят, Ростов папа, Одесса мама, а Елец всем ворам отец?» «Я вас не понимаю». «Это ничего, что мы не понимаем». «Сейчас не понимаем, потом поймем», ехидно сказал Снегирь и, спрятав мой паспорт в карман гимнастерки, спросил «А еще, какие документы имеются?» «Верните прежде мой паспорт», потребовал я. «Какой паспорт?» «Тот, который вы себе в карман положили. Вот какой». «Это не паспорт». «А что же, по-вашему?» «Липа». «Какая липа?» «Натуральная липа елецкой работы», убежденно сказал он. «Ну, знаете, возмутился я. «Ах, какие мы нервенные!» съехидничал Снегирь и сказал «Ежели еще какие документики имеются, то очень даже советую предъявить все одно, когда в милицию доставлю личный досмотр до самых кольцон учиним». Изучая бумагу из бытового музея сороковых годов, он хмыкал и улыбался, давая тем самым мне понять, что старого воробья Снегиря Снегиря на мякини не проведешь. «Выходит, по мебельным делам мы сюда прибыли?» «Выходит, что так», в тон ему ответил я, «и не стыдно нам?» «А чего мне, собственно, стыдиться?» «Не знаем». «Не знаю», отрезал я, «и буду вам весьма признателен, если вы изволите наконец объясниться». Он расплылся в улыбке. «Ишь, ты фу-ты-ну-ты! Из антеллигентов мы в гимназии, небось, учились, все науки превзошли!» Восхитился он, и от избытка восхищения перестал даже лузгать семечки. «Значит, выходит, признательны будем, коли я объяснение дам?» «Ну, ежели так, то чего ж и объяснюсь, коли мы такие глупые и ничего понимать, соображать не желаем. Уж будьте так любезны». «Буду, буду любезным». «Чего там? С мебельщиком давно мы стакнулись, а?» «С каким именно мебельщиком?» «С натуральным, Маклаковским». «Я действительно интересуюсь художественной мебелью». «Придуриваемся!» — укоризненно спросил он. «Как вы со мною разговариваете?» «А как?» «Как положено, без рукоприкладства». «О каком мебельщике вы говорите?» «О том самом». «О преступном элементе по кличке мебельщик. Он же гусиная лапка, он же гришка прыг-скок. Других у нас, слава богу, не имеется, и этим по горло сыты». «Не знаю я никаких гусиных лапок, гриши, мебельщиков», заорал я. Снегирь скорбно вздохнул. «Похоже, было, что я окончательно подорвал его веру в человечество». «Опять придуриваемся». «А кто этой ночью на улице Третьего Интернационала винный склад брал?» «Мы складик брали, вместе с Гришей мебельщиком брали». «Вы что, с ума сошли?» «Ну, во-первых, оскорблять представителя при исполнении обязанности не положено, об этом статья в кодексе имеется, а во-вторых, я-то с ума не сошел, потому и говорю, отпираться нам никакого здравого смысла нет, потому как все опрошенные в единый голос говорят, что мебельщику помогал антилегентный гражданин в шляпе. У кого антилегентная видимость? У нас. У кого на голове шляпа? У нас. У кого замес документов елецкая липа? Опять же у нас. Так что в уме мы или без, а в милицию пройтись нам придется, тут уж никакого разговора быть не может. И действительно, мне пришлось идти в сопровождение снегиря через весь город в милицию, которая находилась на самой вершине холма. Немилосердно жгло летнее волжское солнце. Все жители городка уже были в курсе происшествия, которое случилось на улице Третьего интернационала, где помещался винный склад Непмана Бородавкина и с жаром обсуждали мою дальнейшую судьбу. В милиции составили протокол о моем задержании и незамедлительно отправили меня в камеру, которая сокращенно именовалась КПЗ, то есть камера предварительного заключения. В этой душной коморке я просидел почти двое суток, проклиная свою разнузданную фантазию, бдительность снегиря, свою невезучесть и хорошего парня, начальника местной милиции, который на мою беду отбыл в Нижний Новгород на совещание, посвященное по злой иронии судьбы необоснованным и незаконным арестом. Но все рано или поздно кончается. Закончилось и совещание в губернском центре. Начальник милиции, просто не зная, как загладить свою невольную вину, угощал меня янтарным ледяным пивом, сласнящийся от жира в облой, и стеснительно спрашивал, небось, блохи донимали, было такое дело, и койка жесткая, что говорить. А все перебои со снабжением, Василий Петрович, объяснял он. К уезду ведь как относятся? Наплевательски, понятно? Все заявки под сукно, но ничего, я сейчас выдрал у ночхоза губернского розыска шесть фунтов персидской ромашки, лучшего средства от блох не бывает, от одного вида мрут. А в интернате для дефективных мне пообещали восемь матрасов на пружинах и двадцать фунтов масляной краски, так что вы немножко раньше времени приехали. Сейчас мы с блохами покончим и благоустройством займемся. Лучшую КПЗ в губернии оборудуем, почище любой гостиницы, сами люди к нам проситься будут, ей-богу. Так что, можно приезжать погостить? Он слегка смутился, а потом рассмеялся. А что? Самым дорогим гостем будете. Мы вам по знакомству два матрасика на койку уложим. Соблазнительно, конечно, но я все-таки, пожалуй, откажусь. Почему? Да не привык как-то в КПЗ ночевать. Ну, привычка делом живное, это как для кого. Тоже верно. Поэтому, если КПЗ не прельщает, то милости прошу ко мне домой, хотя, честно говоря, в КПЗ будет поудобнее, сказал он и заговорил об ограблении винного склада. Мы этого Гришку мебельщика уже год ловим, вздохнул он, исчезнет на два-три месяца и опять у нас в уезде объявится. Нет, чтоб куда подальше уехать, все здесь топчется. Родные пенаты, что ли, его сюда притягивают? Ведь он родом, из Маклакова, и отец его оттуда и дед. Вот, кстати, говорят, что яблоко от яблони недалеко падает, а ведь ерунда это. Отец Гришки был честнейшим человеком. Мастер, умелец, лучший краснодеревщик в Маклакове. А Маклакова краснодеревщиками богата, можете мне поверить. Дед Гришки вообще легендарная личность. Такого столяра и в Петрограде днем с огнем не сыщешь. Талант! Рассказывают, беспаловская мозаика чуть ли не на вес золота ценилась. Простите, какая мозаика? Беспаловская, та, которую дед Гришки мебельщика делал Беспалов Иван Иванович. А отец этого мебельщика жив? Федор Иванович? Нет, в голод помер. И он, и жена, и дети. Только вот Гришка на мою голову остался. Так был найден мной потомок Никодима Егоровича Беспалова. Увы, этот потомок не был краснодеревщиком. Он был просто вором, вором-рецидивистом. Видимо, я изменился в лице, потому что мой собеседник отставил в сторону жбан с пивом и спросил, что со мной. И тогда я рассказал ему историю о мебельных гарнитурах, прекрасная маркиза или золотые стрелы Амура. Он был потрясен. «Если мебельщика нужно взять в интересах науки, то мы разобьемся в лепешку, а возьмем его», заверил меня начальник милиции. Но только поверьте и слову бывшего студента, ни черта этот домушник не смыслит в мебели. Если он и знает какие-нибудь секреты мастерства, то только воровские. Но все-таки у него должны были остаться какие-то рецепты от деда и отца, какие там могли остаться рецепты. С досадой махнул рукой начальник милиции. У него даже совести и то не осталось. Но как бы то ни было, обещаю, только арестуем, сразу же отобью вам телеграмму. Наука дело святое. Я, кстати говоря, историей второй половины восемнадцатого века и первой половины девятнадцатого увлекался. Так значит говорите прекрасную маркизу Шереметьев и Потемкин почти одновременно приобрели. Ну молодец, Никодим Егорч. Хотя, конечно, с точки зрения закона немножко не того. Телеграмму из Васильсурска я получил осенью. Для посторонних она звучала весьма загадочно. Мебельщик нюхает персидскую ромашку, спит матраси дефективных. Выезжайте, коллега. Второй телеграммы из Васильсурска я, разумеется, не дождался. В прошлую свою поездку в Васильсурск я, отсидев в КПЗ и побеседовав с начальником милиции, все-таки не забыл посетить Маклакова. Недавний голод, охвативший по Волжье, сильно опустошил село. Многие дома стояли заколоченными. Из краснодеревщиков и мазаистов в живых осталось всего несколько человек, да и те почти забросили свое ремесло. Хотя НЭП к тому времени уже набирал силу. И в Маклакова приезжали скупщики мебели и других изделий с деревянной мозаикой. Я обходил тогда по избам, побеседовал с мастерами. Не могу сказать, что поездка оказалась напрасной. Кое-что я извлек из нее. И даже привез в музей изящный овальный столик наборного дерева и несколько шкатулок. Но по сравнению с тем, какие надежды я возлагал на свою командировку, улов оказался более чем скромным. Про историю с мебельным гарнитуром Буля здесь никто и ничего не слышал. «Разве что Гришка Беспалов что порассказать вам может», сказал мне старик мастер, «но навряд, не то у него в голове, да и где этого обормота сыщешь только в тюрьме». И вот обормот Гришка на мое счастье в тюрьме. Начальник уездной милиции встретил меня как родного, рассказал об аресте Беспалова, любезно поинтересовался музейными делами и проводил до дверей КПЗ. Нет, студент-историк не был болтуном. Хотя я и не специалист в тюремном деле и видел за всю свою жизнь лишь одну камеру предварительного заключения, у меня до сих пор нет ни малейшего сомнения, что КПЗ Васильсурского уезда была лучшей в Нижегородской губернии, а возможно и во всей молодой республике. Здесь все радовало глаз своей чистотой, вкусом, опрятностью. И на фоне всего этого потомок великого краснодеревщика выглядел, прямо скажем, весьма неважно, похабно выглядел, будто мусорный бачок в картинной галерее. Потомок Никодима Егоровича не только не вписывался в интерьер образцовой КПЗ гордости Васильсурска, а просто выпирал из него грязным и сальным пятном. Мне даже стало обидно за начальника милиции. Старался человек, нервы трепал, доставал, выбивал, пробивал. А для кого? Для таких вот супчиков, которые не могут оценить этого, а валяются себе на пружинистых матрасах, задрав кверху ноги в грязных носках и насвистывая какой-то пошленький мотив. Увидев меня, Беспалов зевнул, сел на койки и начал сосредоточенно ковырять в носу. — Ну, чего скажешь? — спросил наконец Беспалов, покончив со своим носом. — Да вот, приехал с вами побеседовать. Я вкратце изложил обстоятельства, которые привели меня к нему в КПЗ. Подоить, значит, хочешь? Я бы назвал это иначе. Но в конце концов дело не в формулировках. Только учтите, что вы должны быть заинтересованы не меньше меня. А интерес мой в чем? На свободу что меня выпустят или как? Я имею возможность неплохо оплатить все полученные от вас сведения. Чем оплатить? Деньгами, разумеется. Чем же еще оплачивают? А что я с ними делать-то буду с твоими бумажками? КПЗуху обклеивать. Я не понимаю, чего вы хотите. Небось никогда в своей куриной жизни в КПЗухе не сидел. Я объяснил ему, что сидел. Причем сидел по его милости. Не не из-за меня и из-за Петьки интеллигента уточнил он. Из-за кореша моего тоже очень шляпу обожает. Вот тебя за место его и засахрили. Но я тебя к чему против спросил? Представления не имею. А к тому спросил, что каждый, который за решеткой пребывал и небо в клеточку зырил, очень даже великолепно понимает, с чем в тюряге недостача наблюдается? С чем же позвольте полюбопытствовать? Ну, во-первых, жратва. Ну, если вам не хватает хлеба, то я, разумеется, буду рад оказать вам всяческое содействие, оживился я. Он тупо и удивленно посмотрел на меня. Ты что, недопеченный? На хрена мне хлеб? Я в Петрограде, при фарте, в самых шикарных ресторациях свою жизнь раскручивал. Ананасы замест картошки жрал, а шампанское замест чая из серебряного самовара наяривал. Хлеб. А Мекину мне не хочешь предложить? Ну, ежели вы рассчитываете на ананасы, не рассчитываю, сказал он. Ананасов здесь, а днем с огнем не сыщешь, потому за ананасами тебя и не посылаю. А зачем послать изволите? Сиронизировал я, прекрасно понимая, что выполню любое его поручение, лишь бы получить столь нужные мне сведения. — Ты хвост не подымай, понял? — буркнул он. — У нас с тобой дело полюбовное, сладимся хорошо, не сладимся и того лучше. Я налево, ты направо, я в тюрьму, а ты в Москву. Нужен я тебе? — Ну, тогда ублажай. Он, выжидающе посмотрел на меня и, выдержав паузу, продолжал. Вот я стерлядку кольчиком, к примеру, уважаю, балычок осетровый, чтоб в ем солнышко играло и корку зернистую. — А вобла не сойдет? — вибрирующим голосом спросил я. — Вобла не сойдет, убежденно ответил он. — Не сойдет, вобла. Вобла для мастерового да босика лакомства, а для меня она тьфу. Так что ты уж не скупись и запоминай, что мне на язык и на душу ляжет, и про стерлядку запомни, и про балычок, и про икорку. Меня трясло мелкой дрожью. — Все? — перечислил. — Ишь, какой быстрый! — ухмыльнулся он, явно любую с моим состоянием. А курить что я буду? — Ладно, две-три пачки махорки я куплю. — Махорки, говоришь? — А сам что куришь? — Я не курю. — И попрошу вас разговаривать со мной на вы. — На вы это можно, согласился он, меня не убудет. А вот что не курите, это зря. — Об этом уж позвольте судить мне. Я не к тому. А к чему? — А к тому, что ежели б курили, то о махорке и заикаться посовестились бы. Кто махорку смолит? — Сигары курить изволите? — Нет, папиросы. — Какие же? — Северную Пальмиру и нашу Марку, так что расстарайся десятка на три-четыре. — Хорошо. — Расстараюсь, скрипнул я зубами. — Все? — Вроде все. Только бутылочку, понятно, не забудь прихватить. — Что? — Бутылочку, говорю, не забудь. — Какую бутылочку? — Тронутый ты, что ли? Какую? Обычную. Ежели на коньяк пожалеешь, то можно и Смирновку, хрен с тобой, где наш не пропадала. — Да вы что, понимаете, о чем говорите? — А чего тут не понимать? — Ясно? — Бутылки не будет, разговора не будет. Хладнокровно отпарировал он и лег на койку, повернувшись ко мне спиной, давая тем самым понять, что аудиенция окончена. Когда я вышел из образцовой КПЗ, я был настолько раскален, что от меня можно было прикуривать. Начальник уездной милиции, как и положено начальнику милиции, был знатоком человеческих душ. и физиономий. Мельком взглянув на меня, он сразу же все понял. — Задал вам, Гришка, перцу. Ну и мерзавец. Ищ какой мерзавец поддержал он. Во всей Нижегородской губернии второго такого не сыщешь. Махровый мерзавец. — Не говорите. — Так может, плюнете на все это дело? — Нет уж. А вы все-таки подумайте, нервы дороже. А главное, я уверен, что он ни черта не знает. Знает. Ежели бы не знал, то так нагло не держался бы. Понимает, что мне без него не обойтись. Потому и куражится. Ну, ежели так, то надо терпеть. Ничего не поделаешь. Я готов терпеть, а вот вы... Начальник уездной милиции настороженно посмотрел на меня. Что-то в моей интонации ему явно не понравилось. А при чем здесь я? Ну, как вам сказать? Прямого отношения вы, что он хочет. Я решил проявить максимум такта и излагать требования Беспалова постепенно, не травмируя психику своего собеседника. Гурман он, оказывается. Зернистая икра ему, видите ли, требуется, иначе говорить не желает. Ишь ты! Усмехнулся начальник милиции. И что же вы решили? Если не возражаете, осторожно начал я. А чего мне собственно возражать? Передачи мы принимаем, пожалуйста. Такой легкой победы я не ожидал. И балы касситровой можно, почему же нет? И стерлить кольчиком, сделайте милость. Не знаю, как и благодарить вас. А за что? Если вас не смущают расходы, то нас тем более. Правда, с большим удовольствием я бы посадил этого вымогателя на хлеб и воду, чем баловал его разносолами, но, как говорится, воля ваша. Так что никаких возражений. Начальник уездной милиции был воплощением великодушия. Но когда я, обрадованный столь успешным началом своей дипломатической миссии, заговорил о папиросах, он сухо сказал, а вот этого, Василий Петрович, не положено. Ну, в виде исключения, не положено. Ведь мы, Василий Петрович, бюрократы и руководствуемся инструкциями. Балык и край и прочее с существующим положением о передачах не возбраняется, а раз так, то с милой душой. Относительно же табака и спичек имеется специальный параграф. Строго запрещено. Как же мы с вами будем нарушать его? Да, напрасно выходит, я сюда приезжал. Обидно, конечно. Но что тут можно придумать? Да нет, кое-что можно было бы, понятно, придумать. Осторожно закинул я удочку, но у меня даже язык не поворачивается. Так уж и не поворачивается, ехидно спросил он. Параграф, конечно, дело святое, ханжеский сказал я, но ведь проверяющий передачу может просто-напросто не заметить папиросы. Бывает же такое, не заметил, и все, усольцев бы... Он внимательно взглянул в мои бесстыжие глаза, усмехнулся и сказал, ну, разве что в интересах науки и из уважения к усольцеву. Я готов был расцеловать его. А если водку... Дойдя до высшей степени наглости, спросил я, что водку? Ну, это самое, в интересах науки и из уважения. Василий Петрович, а вам не стыдно? Стыдно. Наступило молчание, долгое, тревожное. Наконец он сказал, а ежели вам все-таки плюнуть на него, а? Да я рад бы, но никак нельзя, без него я как без рук. Попробуйте, а, сказал он почти умоляющим. Снова молчание. Скорбно смотрю на начальника милиции. Он точно так же скорбно смотрит на меня, размышляет. Я вздыхаю, жалобно так вздыхаю, он тоже вздыхает. Я, конечно, понимаю, ваше положение и потому не настаиваю. Ладно, наконец решается он. Черт с вами, если проверяющий не обратит внимания, я сам себе противен. Но ведь в интересах науки. «Ну, тогда отправляйтесь за продуктами. Справа от пристани в переулке знаете, где пристань? Есть магазин Шевцова. Вы там купите все, что вам требуется». Он помедлил и не без юмора закончил. «В интересах науки». Действительно, в магазине Шевцова нашлось все, что заказывал Беспалов, а стерлядь кольчиком мне приготовили вблизь лежащей кухмистерской. Как и предполагалось, пожилой милиционер с вислыми усами не заметил ни папирос, ни водки. Правда, мне показалось, что его лицо выражало осуждение, но мало ли что может почудиться. Беспалов встретил меня, как строгий ревизор проворовавшего сослужащего. Проверил, будто по реестру содержимое корзинки, долго и придирчиво разглядывал сургуч, которым было запечатано горлышко бутылки, этикетку. Потом он дважды пересчитал поштучно папиросы. Сбрезгливой физиономией нюхал стерлядь, икру и балык. Все, что заказывали, не слепой, недовольно сказал Беспалов и ввинтил палец в ноздрю. Икра от Шевцова? Да, что? спросил я и почувствовал в своем голосе подхалимскую нотку. Залежала я с рыжинкой. Ай-яй-яй, а он клялся, что свежее. Жулик потому и клялся. Если хотите, могу купить у другого. В конце концов, это не так уж сложно. Ладно. Сойдет и так, смилостивился Беспалов. Не в ресторации все же в тюряге. Я не был уверен, что обед Беспалова в образцовой КПЗ уступает в чем-либо дорогому обеду в лучшем московском ресторане, но спорить с ним не стал. Я прежде всего хотел бы поговорить с вами, Гриша, о способах травления дерева. Больно быстрый, усмехнулся Беспалов. Завтра приходь, завтра и потолкуем обо всем, бывай. Я робко сказал, что разговор предстоит большой, и желательно поэтому начать его сегодня же, но Беспалов был неумолим. На следующий день поговорить нам тоже не привелось. Арестант злобно хмурился, огрызался, ссылался на перепой и нагло требовал опохмелки. Разговор был отложен еще на день, а ночью Беспалов бежал, высадив голубенькую решетку и аккуратно выдавив вымотое до зеркального блеска оконное стекло образцовый КПЗ. Задержать его не удалось, да и попробуй задержать, когда рядом Волга, плыви куда хочешь. Хочешь вверх по течению, хочешь вниз. Объективно моей вины в случившемся, конечно, не было, но уезжая из Васильсурска, я все-таки старался не смотреть в глаза начальнику милиции. В Поволжье стояло знойное пыльное лето, а в душе моей шел мерзкий холодный дождичек и чмокала непролазная осенняя грязь. Да чего же мне было тогда гнусно, голубчик вы мой, ни в сказке сказать, ни пером описать. После случившегося, продолжал Василий Петрович, я долгое время не имел обеспалове никаких сведений, он больше не показывался ни в Васильсурске, ни в Маклакове, а затем в моей квартире появился скособоченный, плешивый человек, прибывший в Москву с Соловецких островов, где он отбывал наказание. Скособоченный, сидевший, как он мне сообщил, за халатность, был в бригаде Беспалова. Когда его освободили, Гриша просил разыскать меня, передать от него сердечный привет и выразить сожаление по поводу происшедшего в Васильсурске. Оказалось, что мой очерк о Соловецком монастыре, который был опубликован в одной из газет, попал на глаза мебельщику и вызвал у него поток трогательных воспоминаний о знакомстве со мной в образцовой КПЗ, где он в интересах науки, объедался зернистой икрой, былычком и стерлядью, а затем сбежал, оставив на память о себе пустую бутылку из подводки и с недаемого угрызениями совести легковерного исследователя, то есть меня. По утверждению скособоченного Гриша с Соловецких островов не имел ничего общего с тем Гришей, которого я и начальник уездной милиции знали по Васильсурску. Это были совсем разные Гриши, которых объединяли лишь внешность и общая биография. И это произошло не потому, что на Соловках не было былыка, зернистой икры и легковерного Василия Петровича Белова причины представлялись значительно более вескими и благородными, такими благородными, что на глазах моего гостя время от времени появлялись слезы умиления. Скособоченный уверял меня, что первое, под влиянием неустанной воспитательной работы Беспалов полюбил труд значительно сильнее, чем зернистую икру, и его бригада систематически из месяца в месяц перевыполняет план на 8-10%. Второе, Беспалов не только не представляет себе свою жизнь, без постоянного самоотверженного труда на благо общества, это само собой, но он не представляет себе ее и без духовных ценностей, созданных человечеством за многотысячную историю своего существования, именно поэтому он постоянно читает все поступающие на Соловки газеты и сам участвует в художественной самодеятельности, находя в ней удовлетворение своих постоянно растущих духовных запросов. Вначале он пел в хоре, а совсем недавно с большим успехом исполнил популярную соловецкую песенку «Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога, поезд едет в Соловки, на душе тревога». После концерта его лично поздравлял не кто-нибудь, а сам Володька Скокарь, тончайший знаток и ценитель блатной лирики. Третье. Учитывая сказанное, любой шпынь поймет, что Беспалов переживает процесс второго рождения, а роды, как известно, всегда проходят в муках. Без родов муки бывают, а без мук роды нет. И поэтому от меня, Василия Петровича Белова, многое зависит. Я могу значительно облегчить эти родовые муки. Чем? Отцовским советом и продуктовой посылкой. Речь идет не о Булыке или Стерляте. Обновленный Беспалов вполне может возвратиться к трудовой жизни и без них, но разве для меня так уж трудно купить, например, ветчины, копченые колбасы или несколько банок свиной тушенки? Я, разумеется, не верил в столь скоропалительное превращение домушника в идейного строителя нового общества, и все же я получил громадное удовольствие от этого монолога. Скособоченный был прирожденным оратором и весьма способным демагогом, а все талантливое меня радует. Но меня смущали бегающие глаза этого пламенного оратора из украшенного замысловатыми татуировками. Его глаза ощупывали и оценивали все, что было в моей квартире, начиная от висящего на спинке стула пиджака, сласнящимися на локтях рукавами и кончая картинами. Люди с такими глазами обычно отбывают свой срок незахалатности. Их сажают за квартирную кражу, за карманную, за кражу со взломом, но только не за пренебрежительное отношение к своим обязанностям. Что, что, а это я понимал. Поэтому, когда он ушел, у меня вырвался вздох облегчения. Больше Сергунчика, так он мне, по крайней мере, представился, я нигде не встречал. И, слава Богу, как говорится, не то знакомство, которое хочется продолжить. Что же касается мебельщика, то слаб человек. Я ему отправил посылку и письмо, в котором просил ответить, наконец, на давно интересующие меня вопросы. Я полагал, что имею на это полное право. Но Гриша, видимо, был настолько занят своей перековкой и возрождением к новой трудовой жизни, что так и не удосужился черкнуть мне пару строк, чем начисто заморозил мою работу, посвященную историю появления в России двух гарнитуров прекрасная маркиза или золотые стрелы амура. Увы, ему никогда не было свойственно чувство благодарности. Но что тут будешь делать? Я уже примирился со своей судьбой, и вот тут-то произошла эта кража в квартире, которая доставила мне столько радостей. Я ни капли не сомневаюсь, что Гриша отправился ко мне без всякого злого умысла. Он хотел лишь навестить меня, но убедившись, что меня нет, а квартира пуста, он просто не удержался, это было свыше его сил. Недаром же Оскар Уальд говорил, что лучший способ избавиться от соблазна — это поддаться ему. Но вот что любопытно. Я вам только что на юморе рассказывал о тех дифирамбах, который скособоченный пел своему приятелю по заключению. Мне оказалось, что я не поверил ни одному его слову. Да и как можно поверить в то, что мой расхристанный знакомый из образцовой КПЗ, домушник Гриша Гусиная Лапка, с детства привыкший к воровству, вдруг за несколько месяцев перекуется в ударника труда и тонкого ценителя искусства. И тем не менее, что-то сказанного им, видимо, осело в моем подсознании. Глупо, но факт. Иначе не объяснить, почему добрых две недели после кражи я едва раздавался звонок, мгновенно хватался за телефонную трубку или бежал открывать входную дверь. Усольцев смеялся надо мной, но я-то был уверен, что Беспалов или позвонит мне, или зайдет. Вот такая дурацкая уверенность. И лишь после того, как на барахолке сотрудники уголовного розыска изъяли в какой-то ловчонке Левитана, Мане и Дега, которые уже успели побывать в десятках рук, я понял, что моя уверенность основывалась только на сильном желании поговорить наконец с Беспаловым, этим солистом художественной самодеятельности, который смог своим прочувствованным исполнением растрогать даже Володьку Скокаря. Увы, вернувшись из Соловков и нанеся мне визит вежливости, который по независящим от него обстоятельством закончился квартирной кражей. Гриша Беспалов, он же мебельщик, он же гусиная лапка, он же Гриша Прыкскок, бесследно исчез. Впрочем, говорить о бесследном исчезновении было бы не совсем справедливо. Память о себе он все-таки оставил, и главное добрую память. Да-да, добрую, чего вы улыбаетесь? Вор, уголовник, все верно, а память осталась добрая. Дело в том, что, изучая пометки на полях своей рукописи, я пришел к выводу, что большую часть вопросов мне с его почти что бескорыстной помощью удастся снять, и я не ошибся. Таким образом, только после кражи и благодаря ей я смог успешно закончить начатую мной работу. Согласитесь, это совсем не мало. Да и вы узнали много нового, а ваши читатели. Так что Гриша Беспалов не совсем бесцельно прожил свою жизнь. В некотором роде он даже является моим соавтором. Во всяком случае, в вопросах имитации дерева, перламутра и слоновой кости я бы без него не разобрался. А вам своей кражей у меня на квартире. он как бы подсказал заключительную главу всей этой истории с мебельным гарнитуром прекрасной маркизы или золотые стрелы амура. Во всяком случае, в действительности эта история закончилась именно так, а не иначе. Вот в этом-то Василий Петрович как раз и ошибался, жестоко ошибался. Рассказанная им история, как я очень скоро убедился, имела совсем другой конец, о котором он даже не подозревал. В этот вечер, когда я был у Василия Петровича, к нему на огонек заглянул Евграф Николаевич Усольцев, и мы засиделись допоздна. Зять Белова, теперь уже доктор химических наук Константин Кондратьевич, вызвался проводить нас до метро. Он всегда перед сном совершал получасовую прогулку, считая ее залогом долголетия. Небось, до моего прихода, Василий Петрович, вам все про мебельный гарнитур? Прекрасная маркиза рассказывал, спросил меня Усольцев, когда мы вышли из подъезда. Я подтвердил его догадку, Евграф Николаевич переглянулся с Константином Кондратьевичем, и они засмеялись. «Любопытная, конечно, история», сказал Усольцев, «но между нами, говоря, Василий Петрович в своем рассказе об экспонате номер пять, как он выражается, допускает некоторую неточность, или, попросту говоря, ошибку, вставил Константин Кондратьевич». «Дело в том», сказал Усольцев, «что кража на его квартире мебельщик никакого отношения не имел. В чем не повинен, в том не повинен». К тому времени, когда это случилось, Гриша Беспалов, мир праху его, уже был мертв. Я не пытался скрыть удивление. «Мертв», повторил Усольцев. «Он скончался там, на Соловках, от крупозного воспаления легких». Так на наш запрос ответила администрация. «И вы не сказали об этом Белову?» «Нет, не хотел испортить уже обкатанную историю. Уж больно хорошо она получалась у Василия Петровича». «Но кто же мог совершить эту кражу?» Он засмеялся. «Стыдно признаться, но я до сих пор не знаю. Чего не знаю, того не знаю. В те годы домушников хватало». Мог тогда к нему забраться на квартиру и тот, кого Василий Петрович прозвал Скособочиным, и другой приятель мебельщика, Петька Интеллигент, да мало ли кто. «Постойте, постойте», сказал я. «Давайте все-таки расставим точки над «и». «Ну как, расставим?» повернулся Усольцев к Константину Кондратчу и подмигнул ему. «Расставим», согласился тот. Пометки на полях рукописи Василия Петровича были или не были? «Были», сказал зять Белова. «Могли они принадлежать Скособоченному или Петьке Интеллигенту?» «Нет, конечно». «Значит, сделал их, судя по всему, человек достаточно компетентный». «Надеюсь», усмехнулся он. «Кто же?» «Константин Кондратич, кто же еще?» сказал Усольцев. «А если без шуток?» «Евграф Николаевич не шутит, так оно и было». «Странно». «А что вас, собственно, удивляет?» пожал плечами зять Белова. «Василий Петрович настолько горел этой работой, что невольно заинтересовал и меня. Тем более, что вопросы имитации материалов для мебели химику значительно ближе, чем искусствоведу. Допустим. Ну, а во время его отъезда мне было поручено присматривать за квартирой, занятие скучное, вот я и начал потихоньку читать его рукопись. Ну, и не удержался от соблазна сделать на полях кое-какие замечания. «Но зачем вам с Евграфом Николаевичем потребовалось разыгрывать Василия Петровича?» «А мы не собирались его разыгрывать. Он нас буквально вынудил к этому». «Константин Кондратич, а что, действительно вынудил?» подтвердил хохочущий усольцев. «Во-первых, продолжал взять Белова, ему очень хотелось поверить в то, что вором был мебельщик, а во-вторых, посудите сами, когда говорят, что в ваших замечаниях обнаружено двадцать три орфографические ошибки. Вы вряд ли тут же закричите о своем авторстве, и уж во всяком случае не будете отстаивать его. «Зачем мне это?» «Пусть лучше чудовищной безграмотностью, как он сказал, отличается мебельщик, с него взятки гладки. А вы действительно?» осторожно поинтересовался я. «К сожалению, до сих пор не могу подружиться с орфографией», наступило молчание. «Но теперь, когда прошло столько лет, сказал я, видимо, стоит восстановить истину». «Не уверен», покачал головой усольцев, «совсем не уверен». «Зачем?» поддержал его Константин Кондрачи. «Заблуждение Василия Петровича разве помешало ему закончить свою работу?» «Нет». «А вам оно помешает?» «Да нет». «Скорее наоборот». «Вы с Евграфом Николаевичем подсказали мне неожиданную концовку, которой я, видимо, и воспользуюсь». «У метро мы расстались, довольные друг другом». «Так что, если Василий Петрович считал своим соавтором Гришу Мебельщика, то моими соавторами вполне могли бы стать Константин Кондрач и Евграф Николаевич, особенно Константин Кондрач. Но он совсем на это не претендовал и даже просил не упоминать его фамилию в повести о музее Петра Губрозыска. Я его понимаю. Что ни говорите, а двадцать три орфографические ошибки это многовато не только для доктора химических наук, но даже для кандидата. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Наш адрес конец книги Май 1987 года читал Вячеслав Герасимов